Всем привет! С вами Лара Шум и сегодня у нас 62 выпуск цикла передач «Слушаем». Эта передача будет полезна тем людям, которые устают на работе. И вам надо очень быстро восстановиться, прийти в форму. Тогда вы можете использовать этот ролик всегда, когда устаёте. Для того, чтобы прийти в отличное состояние и довести работу до конца. Также предлагаю этот ролик использовать тем, кто едет в машине, вы устали. Встаньте где-нибудь так, чтобы никому не мешать и прослушайте этот ролик. Он будет идти буквально минут 5-8. За это время вы отдохнёте и, открыв глаза, почувствуете себя отлично. И прямо сейчас мы сделаем упражнение на расслабление, после которого вы будете чувствовать себя отдохнувшим и с новыми силами продолжите работу. Расположитесь удобно и закройте свои глаза. Прямо сейчас представьте школьную доску. Как будто вы в своём классе, и перед тобой школьная доска. Такая, какая была в школе, в детстве. Чёрная, зелёная или коричневая. Неважно. И ты можешь представить, что ты встаёшь из-за парты, приближаешься к доске, она становится больше. Перед доской в лотке лежит мел и мокрая тряпка. Если у тебя получилось это сделать, кивни головой или скажи «да». Хорошо. Возьми в свою руку мел и нарисуй на доске большой круг. Ты нарисовал, нарисовала круг. Кивни или произнеси «да». В центре круга рисуешь и большую букву «а». Очень хорошо. А теперь положи мел и возьми тряпку. Почувствуй, что она такая влажная. Её намочили, а потом выжили. И ты можешь почувствовать, что она немножечко влажная. Возьми эту тряпку и сотри букву «а» внутри круга. А круг не стирай. Если у тебя получилось это сделать, кивни головой или скажи «да». Очень хорошо. А теперь этой же тряпкой сотри круг и забудь о доске. Просто выброси её из своей головы. Как будто там никогда не было этого образа. И представь, что ты на отдыхе. Сидишь или лежишь. Так расположилось, расположился, что тебе максимально телесно, комфортно и удобно. Ты смотришь бескрайнее, синее или голубое небо. Небо того цвета, того оттенка, который нравится тебе больше всего. И это небо над твоей головой. Знаешь, оно бескрайнее. И чем дольше ты всматриваешься в это очень красивое, глубокое небо, тем более спокойно и расслабленно ты себя чувствуешь. И если ты видишь это небо, кивни головой. Это очень хорошо. Представь, что по этому небу пролетел самолет и написал твоё имя большими облачными буквами. Ты видишь это имя на фоне синего неба. Очень хорошо. Сейчас поднимается ветер, и он размывает все эти облачные буквы. И снова бескрайнее синее небо. Очень хорошо. Сейчас я хотела бы, чтобы ты дальше, когда я буду предлагать тебе представлять определенные вещи, с каждым моим словом чувствовала себя более спокойно и расслабленно. Более спокойно и расслабленно. Представляя то, что я буду предлагать тебе представить так хорошо, как у тебя это получится. Погружаясь в тему образа и ощущения, которые могут возникнуть в твоей голове. Представь себе, что ты где-то на природе. Любое место, которое нравится тебе, неважно, ты бывал, бывала в этом месте. Оно настоящее или нереальное, или воображаемое. Я хочу, чтобы ты увидел перед собой, представил некий цветок, некое растение, которое растет из земли. Представь себе этот цветок, стебель, лепестки и сам бутон. Я бы хотела, чтобы ты сейчас, может быть, прикоснулся к этому стеблю и прикоснулся к лепесткам. И, может быть, наклонился ближе к этому цветку. Мог почувствовать его аромат, запах, а также запах земли, запах зеленой травы и растений. Ощути, почувствуй запах. Где ты находишься, там много растений и деревьев. Листва шелестит на этих деревьях от дуновения ветра. На деревьях птицы, где-то вдалеке река и водопад. И ты можешь слышать шум воды и пение птиц и шелест листвы. А где-то рядом с тобой холм. Подойди к нему. Мысленно подойди к этому холму и начинай подниматься наверх. А холм довольно крутой. Приходится карабкаться, иногда помогать себе руками. Это было непросто, но ты смог подняться. Ты смогла подняться на этот холм. Там наверху фруктовое дерево. И ты видишь, что какие-то спелые фрукты уже упали. Или этот фрукт на ветке ты можешь просто протянуть руку и сорвать или поднять, как тебе удобно, фрукт с земли или с ветки. Возьми его. Рассмотри этот фрукт хорошенько-хорошенько. Рассмотри свет, форму, плотность этого плода. Понюхай его, почувствуй запах. Откуси кусочек. Откуси еще кусочек. Почувствуй вкус своего любимого фрукта. Сосредоточься на этом ощущении в полости рта. Сочно, очень сочно. Очень вкусно. Очень вкусный фрукт. Хорошо. Рядом с деревом на холме закрепленный вверх шланг, который поливает территорию. Подойди к нему и вытяни руку вперед. Руку, на которой остался сок от фрукта. Поставь ее под сильную струю воды, которая бьет снизу прямо в твою ладонь. В твою ладонь. Для того, чтобы вымыть свою руку и почувствуй это сопротивление воды, бьющее изнутри в твою руку. И рука всплывает под действием этого напора воды. Поднимается вверх. Вверх. Ты чувствуешь этот импульс, и рука может двигаться как бы сама по себе. Это интересно и приятно ощущать. Просто позволь ему происходить так, как оно происходит. Рука всплывает, поднимается, поднимается, поднимается. И чем выше поднимается рука, тем более расслабленно и спокойно ты себя чувствуешь. Чем выше поднимается рука, тем более спокойно и расслабленно себя ощущаешь. Очень хорошо. Прекрасное твое воображение способно на многое, что ты и не мог, не могла себе раньше представить. И я буду работать с тобой так, что ты сможешь получить доступ к этим внутренним, ранее открытым для тебя ресурсам твоего воображения, чтобы изменить свое состояние. Тебе хорошо. Тебе хорошо. Расслабленное состояние. Приятно себя ощущаешь. очень хорошо. Очень хорошо. настроенным на дальнейшую продуктивную работу. Сделай один более глубокий вдох. Вдох. Вдох пробуждает твое тело, оживляет его. Тело расслабилось, отдохнуло. Приятные ощущения. Два. Подвигай плечами, руками, пошевели ногами. Три. И приоткрываем глаза. Полностью возвращайся, полностью вернулся, полностью вернулась. здесь и сейчас. Возвращайся сюда, возвращайся туда, где ты сейчас. С вами была Лара Шум. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и рассказывай своим друзьям. Используй это видео тогда, когда тебе нужно будет срочно восстановить свои силы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok